Здравствуйте! Это программа «Лицом к лицу» и я ее ведущая Христина Стэть. Псевдовыборы на оккупированной части Донбасса. Признание России результатов так называемого голосования ведет к срыву переговоров и дестабилизации ситуации в регионе. Об этом заявила на заседании трехсторонней контактной группы в Минске представитель Украины Ирина Герасченко. 11 ноября в оккупированных районах планируют провести так называемые выборы глав так называемых ДНР, ЛНР и местных парламентов. Их проведение уже осудили Евросоюз, Соединенные Штаты, страны Большой Семерки и большинство членов ООН. В Кремле заявили, что намерены признать результаты голосования. И об этом и не только. Будем сегодня говорить с нашим гостем. Это политический эксперт Владимир Цибулько. Владимир, здравствуйте! Добрый день! Спасибо, что вы пришли. Ну вот, собственно, вызывает у вас еще сомнения? Произойдут так называемые выборы или, может, их уже отменят, отложат? Или, по сути, это уже не вызывает сомнения? Вопрос только в том, а что же будет после того, как эти фейковые выборы 11 ноября таки проведут? Ну, тут надо говорить о том, кто заинтересованное лицо в этих выборах. И, по сути, кто организатор, теперь уже организатор этих выборов, по сути, вскрывает свое же убийство Захарченко. Потому что Захарченко уже не был договороспособен. Надо было поменять переговорщиков в сторону такого сглаживания углов. Больше гражданских лиц ввести в управление этих оккупированных территорий. И Россия пошла на этот шаг, по сути, даже не оглядываясь на Минские соглашения. Во-первых, невозможно их провести. А во-вторых, даже если бы Украина дала согласие проводить, должны контролировать украинские ЦВК эти выборы. Поэтому согласие или попытка провести вот такие псевдовыборы – это свидетельство, по сути, слабости, потери всех козырей переговорных со стороны России. Она понимает, что через военные инструменты она цели уже не достигает. Она начинает шантажировать через формирование таких настроений населения. По сути, выборы – это инструмент, который напоминает псевдореферендум крымский. Они сначала нарисуют на бумаге какой-то результат, и потом этим результатом начнут козырять на всех международных площадках. Вроде это реальное волеизъявление граждан. Но просто Россия забывает, что выборы под дулами автоматов не проводят. Ну, они раз забыли, два забыли, третий раз могут забыть. Это уже, я думаю, хорошая привычка Кремля. Вы говорите, что Захарченко стал уже недоговороспособен, то есть с ним уже не могли договориться. Ну, то есть, понятное дело, его убрали. И его фигуры нельзя было играть уже на международных площадках. Вот и сейчас, конечно, они хотят сделать так называемый перезапуск власти, как многие в России это называют. Хорошо. О чем намерены сейчас договариваться? И какие манипуляции проводить? Ну, то есть, хорошо, эти фейковые выборы, они хорошо произошли. Как-то там, какие-то там, как бы наблюдатели, может, будут, я не знаю. Хорошо. Потом следующие шаги Кремля можно сейчас прогнозировать? Есть сигналы, которые нам говорят на то, а чего же дальше хотят? Заявление президента Беларуси Лукашенко о том, что он готов направить своих наблюдателей на эти выборы. Это все звучит, ну, для украинского сознания дико. Для российского это как подтверждение партнерства Лукашенко. Но, во всяком случае, эти выборы не признает никто, кроме России. Конечно. Но эти выборы свидетельствуют еще об одном факторе. Через военные механизмы демонтировать, ну, заставить Украину выйти из Минских соглашений Россия не смогла. Поскольку к Минским соглашениям привязаны все санкции, Россия сейчас пытается создать новую реальность. Ведь подписанты Минских соглашений уже не игроки на кто-то неживой, кто-то сомнительно живой. И, по сути, Россия попытается в Минский формат затолкнуть новые фигуры. Но их подписи там не фигурируют. Их подписей нет. И это, во-первых. Во-вторых, даже в формате переговорном нет ЛНР-ДНР, есть ОРДЛО, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Поэтому, скорее всего, сейчас Россия будет через эти выборы, она создает иллюзию для населения, что Россия готова в перспективе включить эти территории в состав России. Хотя, конечно, она не рискнет, потому что тот пакет санкций, который сейчас уже висит, как дамокловый меч над Россией, особенно за Солсбери и за попытку влиять на американские выборы, этот пакет очень жесткий. И он как раз сейчас в эти дни обсуждается. Соединенные Штаты прошли избирательную кампанию. И все, на что надеялась Россия, она эти надежды, по сути, выборы похоронили, потому что есть двухпартийный консенсус относительно России. И демократы и республиканцы настроены, додавливая Путина санкциями. Поэтому 20 ноября, 21 ноября, скорее всего, будет два пакета объявлено. Ну вот по поводу санкций, то, о чем вы уже вспомнили, неофициальное название эти санкции уже получили, как адские санкции. Это новые ограничения, которые готовят Соединенные Штаты против России. Вот причина, я просто напомню и нам, и нашим зрителям, то, что Москва не объяснила, каким образом нервно-паралитическое вещество «Новичок», произведенное на территории Федерации, оказалось в Британии. Ну то есть можно было прогнозировать о том, что этот пакет санкций таки будет, потому что Россия никак не сможет доказать, что то, что, по сути, они сделали, сделали не они. Это уже не зеленые человечки в Крыму, это немножко по-другому. Что это будут за санкции? Каким образом эти санкции могут повлиять непосредственно на каждого гражданина России? Потому что, знаете, вот уже есть некоторые исследования, которые говорят о том, что вот не сдадимся, продержимся против всех, уже не так актуально для граждан России, как то, что у них в холодильнике и благополучие на самом деле. Дело в том, что 80% населения в глубинке России живет с огорода. И оно действительно продержится и устоит, но оно никогда и не жило благополучно. А те, кто жил, они чувствуют это. Тем более, что санкции эти будут бить по банковскому сектору, по экспорту вооружений и, самое главное, по поставкам оборудования для нефтедобывающей отрасли. Тем более, там, если будет включен пакет, также сегмент государственного долга, работы с ценными бумагами российскими, с долговыми обязательствами, это просто выбьет Россию. Я думаю, что рубль вследствие этих санкций где-то процентов на 10-15 валится до конца года. Поэтому Россию как лягушку варят медленно, не давая ей выпрыгнуть из кипятка. Но сама Россия, сам путинский режим эксплуатирует эти санкции для содержания своего населения в таком черном теле. И, по сути, это отдельная отрасль психологии, психология масс в авторитарном обществе, где нет реальной социологии, где поведение довольно фаталистическое граждан, и поведение такое, которое, в принципе, если апеллировать к их рациональным началам граждан, они их отбрасывают сходу. Это комплекс такой, комплекс коллективного спасения, где все утята прижимаются к утке Путину, а утка хромая. Ну, утка хромая, но утка будет реагировать в любом случае, да? То есть и на санкции, и на все. Ну, вот санкции, которые Россия задействовала против Украины, свидетельствуют не только о ее слабости. Ну, это как бы санкции, понимаете? Да, но это как раз продукт для внутреннего потребления. Конечно. Потому что Украине те санкции, которые Россия задействовала против Украины и украинских граждан, ни холодно, ни тепло. Украина давно сузила экспорт, вышла из энергетической зависимости от России фактически полностью. Поэтому эта попытка запустить санкционный пакет против Украины, это демонстрация внутренней силы. Власть демонстрирует для своего населения какие-то свои неограниченные возможности. Во всяком случае, эти неограниченные возможности в глазах международного сообщества выглядят как очень ограниченные. Ну, это вот продукты, это как бы санкции, это для внутреннего потребителя. Сейчас мы говорим о внешнем потребителе, о внешней реакции. Опять же, как эта хромая утка, она будет реагировать. Вот следующий год, 19-й, это очень важный год. Это для Украины важный год, потому что у нас выборы президента, выборы парламента. Россия огромные сталкивания делает и надеется на пророссийского кандидата, президента, которого, возможно, изберут. Опять же, мы сейчас, нам приходится говорить о возможном вмешательстве России в украинские выборы. Может, уже сейчас вы замечаете, что некоторое вмешательство происходит. Плюс выборы в Европарламент, да, 19-й год. Опять же, Россия очень надеется на то, что когда определенное количество правых приверженников придет в Европарламент, снимут санкции, то, что пока что не удалось сделать в пасье, но надеются, что они сделают. Вот много-много разных выборов. Украина в центре внимания. Что уже сейчас, замечаете, происходит какое-то уже вмешательство? Ну, во-первых, сам санкционный пакет, он российский против украинских граждан, он выглядит двояко. Там есть реальные враги России, а также фигуры прикрытия. Ну, по сути, некоторые политики внесены в этот список для того, чтобы прикрыть их пророссийскость. Вот главред «Эхо Москвы» Венедиктов в своей последней программе вспомнил о Юлии Тимошенко. Она говорит, так это спецоперация Кремля, чтобы прикрыть внесение Тимошенко в этот список, это операция Кремля для прикрытия своего человека, для создания имиджевого такого посыла. Поэтому я думаю, что Россия будет действовать на нескольких направлениях. Это такие имиджевые посылы, ну, например, очередной пакет санкций и внесение очередных граждан в этот список санкционный. Дальше работа с крайне правыми, крайне левыми, как традиционно в Европе это делается. В этом смысле мы уже европейская страна, можно сказать. Давно уже, я бы сказала, конечно, да. Дальше работа с медиаресурсами. И мы видим, как парламент среагировал на действия некоторых телеканалов. Хочу сказать, что этот шаг парламента, постановление парламента, несколько охладило горячие умы на подконтрольных пророссийским инвесторам и политикам канала. Поэтому их тональность немного изменилась. И это свое дело сделало. Но, кроме того, нельзя исключать прямого финансового вливания в нужных кандидатов. Скорее всего, что задействована будет схема экспорта через Белоруссию на российские рынки, а, скажем так, компании, которые будут допущены на российский рынок, дополнительные бонусы финансовые будут направлять на пользу пророссийских кандидатов. Хорошо. Если очень коротко, можем мы каким-то образом этому противостоять? Потому что, учитывая вот ту огроменную мощь той машины, о которой мы сейчас говорим, это очень сложно. Потому что вот советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, он ранее заявил, что Белый дом готов сотрудничать, чтобы не допустить этого вмешательства. Мы можем это сделать через каналы безопасности, другие механизмы и так далее. О каких механизмах идет речь? Кстати, Соединенные Штаты уже используют украинский опыт противостояния. Я еще не вспомнил один сегмент, это социальные сети. Там как раз ботафермы, социальные сети, это тоже такой источник нестабильности. Судя по активизации ботаферм и, скажем, такое непропорциональное присутствие позитивных комментов вокруг некоторых электоральных фигур, можно сказать, что ботафермы уже хорошо настроены, обучены для работы в избирательной компании украинской. Поэтому сейчас у нас, по сути, параллельный процесс. Соединенные Штаты быстро анализируют свою избирательную компанию и поделятся своей информацией, как были попытки. Мы сейчас видим, как целые ботафермы на Твиттере обвалились, по 30 тысяч пакетов подписчиков положились. Поэтому этот опыт сейчас будет нам нужен, а мы свой опыт будем передавать. Владимир, спасибо вам огромное за этот интересный разговор. Я зрителям напомню, что гостем программы «Лицом к лицу» был политический эксперт Владимир Цибулько. А я, Христина, с вами прощаюсь, но вы же оставайтесь в ИТВ, потому что именно здесь найдете информацию о самых важных и точно самых интересных событиях, происходящих в Украине. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова